Вопрос от нашего телезрителя. Температура 38,5, наверное, Александр Юрьевич к вам, который невозможно сбить жаропонижающими. Болят глаза и заложенность носа. Скорая измеряет сатурацию 96. Оставляет дома, вызывает врача на завтра. Это нормально, что меня не забрали в больницу? Какие есть сегодня основания для госпитализации пациентов с ковидом? Да, в целом то, что перечислено на вопросе, это является типичной картиной протекания ковид-19. Кстати, температура может держаться до 3 дней, 38,5. В таком случае, если мы говорим именно о температуре, это является уже показанием для госпитализации, если температура не снижается. Но в целом для того, чтобы принять решение о необходимости госпитализации, только этих данных недостаточно. У нас для каждого специалиста, который выезжает на прием, есть определенный чек-лист. Согласно ему, мы осматриваем пациента и уже тогда принимаем решение о необходимости госпитализации. Давайте чуть подробнее об этом поговорим. У нас на плазме сейчас будет представлен чек-лист оценки показаний госпитализации пациента с диагностированным ковид-19. Прокомментируйте, пожалуйста, основные какие-то моменты, о которых мы должны нашим зрителям рассказать. Да, как раз мы видим самые важные параметры, которые принимаются во внимание, когда осматривается пациент с новой коронавирусной инфекцией. Все мы знаем, к сожалению, что сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, бронхиальная астма – это те триггеры, те сопутствующие заболевания, которые утяжеляют течение ковид-19. Поэтому, в том числе, лица старше 65 лет. Поэтому, если доктор видит развитие ковида у данной категории пациентов, в большинстве случаев он примет решение о госпитализации. Потому что течение заболеваний у данных пациентов наиболее тяжелое, осложняется развитием инвалидизирующих осложнений, в том числе протекание заболеваний в условиях реанимации. Вот смотрите, наш зритель, который задает вопрос, к сожалению, не обозначил свой возраст. Мы предполагаем, что если у человека несколько дней температура, которая не сбивается, и ему, предположим, выше 65 лет, а скорая его не госпитализирует, что тогда? Лена, ну, во-первых, надо понять, чем он сбивал температуру, как вы говорите. То есть понижение температуры. Есть две основные группы препаратов, да? Линистероидные противовоспалительные препараты, ну, наиболее, там, на слуху, там, ибупрофен, например, да? Есть парацетамол. Если он использовал только одну группу, вполне возможно, она не работает. Сейчас применяется либо вторая группа, либо комбинация. То есть выбор есть. Это не факт, что вот он попробовал одну таблетку, допустим, аспирин, у него ничего, анальгин, ничего не произошло, да? Поэтому я думаю, что оцениваем. Но очень важный пункт, вот возраст – это очень важный пункт. Скорее всего, пациент младший, если не приняли решение о госпитализации. Да, если молодой человек, понимаете, госпитализация не есть хорошо тоже по-своему. Это же внутренняя, внутрибольничная инфекция, это, в общем, целые проблемы. И там, где можно ее избежать, лучше избежать. В целом у нас сейчас очень хорошо настроена маршрутизация пациентов. И не заставляет трудности принять решение, исходя из сопутствующих заболеваний и физического состояния пациента.